Майский ветер в лицо на скорости 140 верст в час. Многие не видели звездного неба над ночной трассой и не слышали рева мотора, готового исполнить любую прихоть. А он видел и слышал. Мой гость сегодня истинный байкер Илья Заболотников. Илья, ну насколько я понимаю, вы к нам приехали, конечно же, на мотоцикле. Да, конечно. Вы без него никуда? Стараюсь, да. Каждый человек от езды на мотоцикле, прежде всего, получает удовольствие. Это вот этот кайф, ради которого мы, в принципе, и занимаемся всем этим, если так. У кого-то это адреналин, именно скорость. Ну, таких людей я знаю много. Ну, это, в общем-то, их тема. Меня немножко попроще в этом плане. Мне особо большая скорость не нужна. Иногда, конечно, бывает такое, что хочется посмотреть на возможности мотоцикла, которые там новые. То есть это интересно, да? Ну, новый, да, допустим, там, или дали прокатиться, попробуй. Ну, тогда да, пробуешь там, смотришь, как он. Вот. Но если ты ездишь каждый день и много ездишь, то уже, ну, немножечко это поднадоедает. И спокойный режим, когда ты контролируешь ситуацию, когда ты четко понимаешь, что будет в ближайшие, там, 2-3 минуты за поворотом и так далее. Вот это, наверное, самое для меня комфортное. То есть все-таки скорость – это неопределяющее, да? Абсолютно. А важно – это вот этот сам образ жизни, да? Ну, само движение, да. То есть мне, например, приятно ездить на двух колесах, нежели на четырех. Хотя и четыре колеса имею. Но как только бывает возможность, позволяет работа, и погодные условия иногда тоже мешают. Но на погоду меньше всего обращаешь внимание, на самом деле. Если куда-то решил ехать, то уже ездишь при любой погоде. Дождь, неважно, снег, солнце. Лишь бы движение. Да. Вот насколько я знаю, что этот суперизвестный в мире мотофестиваль в Германии – зимний? Да, Elephant Reffin – это старейший и самый крупный, самый старейший в мире мотофестиваль именно зимний. Вот. В этом году 62-й уже был по счету. Вы были на юбилейном, да? Да. Наш клуб был на 60-м фестивале. Естественно, своим ходом, естественно, всю дорогу от начала до конца. Мотоциклы зимой, конечно, мы используем с колясками. Ну, прежде всего, потому что у нас такой климат, по-другому не получается. Это в целях безопасности? Ну, конечно, да. Прошу, чтобы не упасть. Это элементарно, потому что на дороге и снег, и лед. Но в Европе, например, там климат помягче, там практически на двух колесах передвигаются круглый год. Поэтому, наверное, он там и зародился, этот фестиваль. Начался он с того, что это просто группа подростков собралась на мотоциклах «Сундап». А мотоциклы «Сундап» в Германии называют слонами. Ну, так у них слоник такой, я не знаю почему. То есть, элефант. И вот эта группа подростков просто собралась подурить, пошалить, покататься с горки по снегу, потому что фестиваль проходит в Альпах. И там достаточно много снега. Но, тем не менее, там нет сильных морозов, достаточно тепло. Ну, вот с этого момента и пошло. И так это переросло сейчас в многотысячную уже индустрию. И получается, тысячи людей. Да, больше десяти тысяч. Холод, снег и мороз. Они едут туда. А ради чего? Ну, ради, наверное, того, чтобы показать свой характер и свою неутомимую, эту неуемную жажду езды на мотоцикле. То есть, несмотря на то, что сейчас зима, я все равно выезжаю. Это присутствует. Ну, это какое-то преодоление себя, да? Ну, какое-то, да, слегка, да. Ну, я не знаю, как там итальянцы, немцы. А итальянцы приезжают? Да, их там очень много. Они не боятся замерзнуть? Очень много итальянцев, испанцев. Ну, и, само собой, немцы, австрийцы там все. Чехов очень много. Ну, это недалеко. Это рядом, скажем так. А для нас, конечно, это, получается, путь 2000 километров в одну сторону. На мотоцикле 2000 километров зимой. Да, две недели у нас заняла поездка туда-обратно. Ну, мы, конечно, попутно заезжали во многие города, и мы никуда не торопились. Понятно, что это можно пройти быстрее. Вот. Но у нас именно весь кайф был в том, что мы ехали. У нас процесс. Да, нам не нужна скорость. Мы проходили там по 300-350 километров в день. И мы были довольны тем, что меняется ландшафт, меняется погода, меняются страны. Откуда это рождается? Ну, я не знаю, откуда это рождается. Это, наверное, жажда путешествий. Она была всегда в человеке. И кому-то, например, домоседу спокойнее дома, когда все под контролем, ничем не рискуешь. Кому-то все это неинтересно, хочется наоборот, постоянно что-то менять в своей жизни. Мы меняем вот таким образом. Каждый день у нас что-то новое. Мы постоянно что-то планируем, куда-то ехать, что-то делать. Постоянно какие-то рекорды поставим. Ну, это для себя, опять же. Это же не то, что для какой-то книги. Это просто в характере человека сидит. Поэтому я говорю, что байкером нельзя, наверное, стать. Им надо родиться. Это то, что в тебе заложено, может быть, папой и мамой. Я не знаю. Ну и воспитание, конечно, круг общения во многом влияет. Значит, если у человека нет этого желания изнутри, то никакой его, не знаю, наставник не заставит. Рано или поздно человек просто сойдет с дистанции. А когда люди 10-20 лет занимаются одним и тем же, это говорит о том, что на самом деле им интересно. Вот и все. Вы член клуба... Роддогс МС. Почему псы дороги? Ой, ну это на самом деле, наверное, надо возвращаться к истокам, откуда клуб взялся и зародился. И клубу 15 лет в этом году исполнилось. И родился он в Витебске. Основали его первые шесть человек. И название такое выбрали мы, наверное, ну... Собаке это будет не очень красиво звучать литературно, да? Вот. Поэтому псы. Ну, по-английски это все равно докс. Неважно. Вот. А дороги... Ну, собака почему? Потому что, наверное, это... Ну, как... Животное, которое постоянно рядом с человеком. Это друг человека. Это то, что, наверное, ближе всего нам. Ну, часто очень такая animal-тема прослеживается в названиях клубов. Вы мембер клуба. Да. Самого крутого клуба в Беларуси. Мембер это есть кто? Это полноправный член клуба, который имеет право голоса и который участвует во всех делах. Принятие решений каких-то? Да, да, клуба. Человек, который имеет полный набор нашивок на груди и на спине. На своем жилете. Это мембер. Атрибуты, их количество наличия для истинного байкера должны быть определенным? То есть, например, если у тебя нету бороды, ты не байкер. Или нет? Да нет, конечно. Это все условно. Внешний облик байкера, мотоциклиста, он предопределяется, прежде всего, кругом общения. И, допустим, есть клубы мотоциклистов, которые мало борода носят. Но они тоже байкеры? Конечно, конечно. Это люди, которые, может быть, еще и больше байкеры, чем бородатые. Борода почему-то, я не знаю почему. Ну, наверное, так сложилось исторически. Просто в дороге бриться нет. Да, некогда бриться, поэтому бороду отпускали. Не знаю. Так получилось, что образ такой, он сложился с детства, что ли. То есть, ты увидишь какого-то там персонажа в фильме. Хотя, если вспомнить историю самых первых фильмов, о байкерах именно, известный всем фильм «Бунтарь» с Брандо в главной роли, там нет у него бороды. Но совершенно другой облик. Это уже позже появилось. Позже появилось. Это, наверное, вид такой, внешность бунтаря, такого отступника, такого дикаря. Ну, отчасти мы такие и есть. Ну, не сказать, что там мы асоциальные люди. Нет, мы живем в обществе. Ну, почему-то многие воспринимают как людей, которые несут какой-то протест, что ли. Нет, на самом деле, наш протест заключается в том, что мы выражаем его тем, что мы уже собрались в свои какие-то клубы. Клубы, банды, как угодно назовите. Для нас это семья, для нас это наш образ, наше идеальное общество. То есть, мы не протестуем против вашего общества. Мы просто создаем свое. И вы можете жить, сосуществовать мирно, параллельно с нашим обществом. Конечно. Соблюдая законы. Скоростной режим. Конечно. Так же, как и происходит, допустим, в каких-то религиозных общинах. Они живут по своему укладу, по своей вере, но при этом они живут в социальном государстве, которое официально никакую религию не устанавливает, не навязывает. То же самое и здесь. А романтика – это важно? Ну, конечно. А как же без нее? Без нее уже скучно. То есть, это байкер-романтик – это да? Да. Настоящие, именно вдохновленные чем-то не просто техникой, а вообще образом вот этим байкеру – это романтики, конечно, в душе. Может, последние, не знаю. Илья, а вот в дороге думается как-то по-другому? Дорога может, не знаю, лечить? Если наступает депрессия, как-то развеется? Она что несет для вас? Ну, есть время подумать наедине с собой. Много часов сидишь, никто тебе ничего не может сказать, потому что только ветер шумит в ушах. И ты думаешь о многом, о жизни, о том, что сделал хорошо, о том, что сделал нехорошо. Что нужно изменить? Планы какие-то, конечно. Иногда рисуешь в голове проекты будущих мотоциклов. Ну, это так, образно. Редко бывает, что ни о чем не думаешь. Не бывает, наверное, ни у кого. Поэтому это время подумать. Это полезно. Очень полезно. Философом можно стать, если много ездишь. То есть это все дает дорогу? Ну, конечно. А как иначе? Получается так. Пока ты едешь, ты думаешь, вот и все. Размышляешь обо всем. Сопоставляешь. Вспоминаешь что-то. Ну, и мечтаешь, конечно. Спасибо большое за интересную, увлекательную беседу. О жизни на мотоцикле мы говорили с истинным байкером Ильей Заболотниковым. Здравствуйте. В эфире «Время арт». Жизнь прекрасна уже тем, что можно путешествовать, говорил знаменитый путешественник и географ Николай Пржевальский. Ну, а то было в 19 веке. А что же век 21? Как можно путешествовать и где сегодня? У нас в гостях путешественник и большой фотолюбитель Ольга Мамаджанова. Так, Оля, где вы уже побывали и сколько времени на это ушло? Ушло на это в среднем где-то 17 лет. Побывала в Карелии, в Крыму, в Абхазии, в Черногории, в Карпатах, Якутия, Алтай, Кольский север, Белое море в этом году. Ну, очень много путешествий у меня на крайний север, район Полярного Урала. Это каждый год, получается, вы куда-то один-два раза, наверное, не меньше выезжали в экспедиции по году? Ну, пока училась в институте, у меня были, ну, максимум два раза в год, так, наверное, один раз. Потом я работала, был какой-то перерыв, вот, наверное, с 12-го года у меня такая вот жарда проснулась. Иногда бывает и три раза в год. Ну, вот такое увлечение уже вряд ли можно сказать, я бы не согласилась, что это просто хобби. Вот по образованию, по работе, по жизни вы вместе с путешественниками, кто вы еще? Работа не связана у меня с путешественниками, я работаю в сфере обслуживания, по образованию я экономист. Наверное, все-таки путешествие – это хобби или образ мышления, образ жизни. То есть это уже способ мировоззрения, скажем так. Чем вот эту вот тягу объяснить все-таки у человека? Забираться снова и снова, уезжать за тысячи километров от дома, повторять в разные места куда-то собираться? Это вообще у каждого есть такая тяга или может проснуться? Или это все-таки особые какие-то люди, путешественники? Сложно сказать, особые ли это люди. Ученые говорят о том, что у 20% человечества есть генпутешественника. Правда или нет? Это не бродяги, да? 20% людей бродяги. Ну, это генпутешественника, там, наверное, что-то сборное. И любознательность, и неусидчивость. Ну, сложно сказать, правда это или нет, потому что, ну, все эти исследования... Есть, конечно, и противники у этой теории. Особые ли это люди? Да, обыкновенные, я думаю. Скажите, а вот можно ли в дороге, как таковой, в путешествии, в походе, ну, как иногда говорят, уйти от себя? Вот плохо человеку уехать бы куда-нибудь? Иллюзия это? Или это действительно может случиться? Или это бывает? Мне кажется, от себя никогда не уедешь. Я, например, куда бы я ни ехала, я всюду беру с собой себя. То есть, иначе зачем мне куда-то ехать? Ну, а вот проблема, которая здесь сегодня, вот эта... От ситуации здесь дома можно уехать. Можно уехать, посмотреть на все издалека, перезагрузиться, пообщаться с другими людьми, набраться какого-то опыта. Ну, мне кажется, к себе можно скорее приехать. То есть, себе ты там открываешь все честные... То есть, уходя от себя можно к себе прийти, выходит в дороге, да? Да. Я бы сказала, что так. У меня не получается от себя уйти. Я всюду беру с собой себя. Мне, наверное, нет таких ситуаций. У меня путешествие – это не способ убежать от проблем. Для меня это способ познания мира, способ провести время, отдохнуть, ну, поехать к местам какой-то внутренней душевной силы, источнику. Мне хорошо и дома тоже. Я с удовольствием возвращаюсь домой. Я люблю здесь все. С удовольствием, если есть возможность, езжу здесь на выходные, куда-то на велосипеде много езжу. Люблю Беларусь. Ну, вот, север тянет. Я очень люблю север, езжу туда много. А вот вы встречали людей, которые вдруг оказались с вами, вот, так, неожиданно. Плохи дела, подумал, а может быть, как-то уехать. Купил рюкзак, ушел в горы и вдруг понял, что это мое. Наверное, я встречала, да, встречала таких людей. Которые для себя сами неожиданно такую дорогу открывали, да? То есть они не совсем, скажем так, были тепличными, то есть, ну, все равно какое-то общение с природой есть. Это же люди, которые не понимают, как это, не понимают, как можно жить в лесу. То есть, ну... А с чего можно начать сегодня? Раньше были там КСС, туристские клубы, четко выстроенная система. И в горы просто так не уйдешь. Это нужно было там подготовка, поход, один-два. А сегодня что, просто по интернету связавшись можно с кем-то и как, ну, куда-то поехать? Сейчас очень много туристических, коммерческих групп, которые водят. Надо не глушить, во-первых, себе это желание. Если есть желание, надо пытаться искать возможности какие-то делать. Связаться, спрашивать. Разные тоже ситуации есть. Конечно, сложные походы. Если новичок и сложный далекий поход, очень сложно, конечно, попасть с нуля. Вот, например, у нас в этом году был недобор, мы искали человека. Пару человек они и задали вопросы, но они были... А куда вы собирались идти? В Полярный Урал. В этом году я была на Полярный Урал. Ну, это серьезные. Дисказ серьезные, далекие, да? Я просто по себе знаю, что, ну, я, скажем так, я не спортсмен. У меня нет каких-то там высоких технических характеристик, по которым я хожу, ну, многие, возможно, и прошли бы. То есть в какой-то момент, когда-то, в 2012 году, мне вот ребята предложили на Алтай, рискнув. То есть это был водный поход, я давно не ходила. И поход был четвертой категорией сложности планировался, с элементами пятерки по воде мы сплавлялись. То есть мне доверили, и все получилось. То есть я считаю, что людям надо доверять и давать возможность. Ну, хорошо, вот скажите, по телевизору можно увидеть все там сегодня, любой кусочек земного шара. А вот как, когда ты видишь это сам? Можно на север смотреть сколько угодно по телевизору, но когда ты видишь его сам, я по себе сужу, это совсем другое. Это отдельное впечатление или все-таки на самом деле это абсолютно другие впечатления? У всех, у каждого. Если сравнивать с телевизором, мне кажется, это вообще несравнимая вещь. Все внутренние приборы у тебя чувственные просто зашкаливают там. Внутренние приборы? Да. Наблюдать природу вот крайнего севера в контрасте, когда ты понимаешь, вот в этом году у нас была жара, 35 градусов плюс 35 было вечером. Мы приехали в антициклон. И в то же время перед тобой лежит снег. Через три часа температура опускалась так, что сорта шли хуколки. Это где? В Полярный Урал в этом году. На Полярном Урале? Да, да. А в какое время вы были там? Июль. То есть такая колоссальная разница температуры? Снег там не тает. Мы приходили, ну, то есть у нас был маршрут. Прошли где-то, наверное, 140 километров или 150 по Полярному Уралу. Маршрут доходил до места. Мы приходили к снежникам, которые не тают уже не первый год. То есть видно, что снег спрессован, то есть там уже набито что-то между. То есть причем в прошлом году я там была, у них было очень теплое лето. И очень, ну, хорошая осень. То есть никто мне протаял. В фотоклубе ребята восторгались вашими снимками. Но я так понимаю, что то, что видишь сам и то, что запомнилось, это все-таки вообще несравнимо. И если поставить себе задачу все-таки смотреть самую лучшую картины или хоть раз увидеть самому, ну, наверное, только у Роккола Кента, может быть, есть что-то такое, что отразилось в Северном. Однозначно стоит ехать, да. Но откуда у меня появилась эта тяга? Она проснулась, наверное, с тех же фотографий. Смотреть надо. Надо, чтобы хотеть увидеть это, вот стоять посреди всего этого и понимать, что глаза от этого оторвать невозможно. Оль, а чем отличаются люди Крайнего Севера от жителей, допустим, Абхазии, Черногории? Ведь это то же, сколько ни смотри по телевизору или на фотографии, вот этого точно не увидишь. Люди Крайнего Севера живут в чумах. То есть уже хотя бы этим. Это если говорить о коренном населении, которое там кочуют ненцы. Черногория, например. Черногория, возьмем Черногорию. Потрясающе красивая страна. Приезжаешь на север, просто красиво по ней ехать на машине. Вдоль реки пивы, приезжаете на юг, на берег Адриатики, и там отдыхаете. Очень красиво. Но там все продается. Я не являюсь, я какое-то инородное тело там. То есть мою себестоимость уже оценили. Я не могу разбить палатку. А на севере этого нет. То есть ты там человек. Важно, что в тебе есть. Что ты человек. Себестоимость твою никто вообще оценивать не будет. То есть если тебе нужна помощь, тебе ее окажут. Причем неважно, это город или это тундра, или про тебя просто где-то услышали. Ну, там тоже очень контрастно. Когда мы приезжаем, вот, например, мы едем на вездеходах. Вездеходная заброска стоит дорого. Но если вдруг тебе там понадобится помощь, у тебя будет беда, этот же вездеход тебя вытянет, и у тебя не спросит денег, и не попросит тебя оплатить. Не будут требовать денег, счета, накладные. То есть у них вот, ну, какие-то такие вот, превыше всего, наверное, у них человека. Люди там, конечно, тоже разные есть. Вот как-то мне везет встречать людей таких, что прям, ну, такие нравственные примеры жизненные. Вот, ну, не ходил никогда человек плохо, решил, взял рюкзак, пошел на крайний север. Раз, второй. Он станет в чем-то другим. Легче ему будет в жизни здесь. Мне кажется, формулы здесь нет. Каждый приобретает для себя разное. Потому что у нас разная мотивация, зачем мы ходим в походы. То есть для одного, вот мы идем, одна команда, пять человек идет поход. У одного это спортивные достижения, у другого это отметить точку на карте. Я побывал за полярным кругом. У третьего это какие-то душевные. Вот он приезжает, вот родина сердца у человека там. Вот я еду туда, потому что я там потрясающе себя чувствую. Меня туда тянет. То есть, ну, у нас у всех разная мотивация. И понятное дело, что мы каждый для себя несем что-то, ну, свое. Но меняются люди однозначно. В лучшую сторону? Я считаю, что да. Я, наверное, не встречала случаев, когда человек становился хуже. Здесь ты открыт. То есть здесь все на ладошке. Если с тебя выходят какие-то твои нехорошие черты, они все видны. И ты делаешь какую-то работу над ошибками в своей душе. То есть ты либо избавляешься от них, ну, то есть ты учишься как-то жить в коллективе, из которого ты не можешь уйти. Ты не можешь экстренно взять, развернуться и уйти домой. Ты не можешь. Потому что ты очень далеко от дома. И вот тебе надо эти несколько дней прожить. Как правило, по окончанию уже ты ставишь такой, ну, мы обычно по окончанию поход подводим итог, мы общаемся. То есть каждый говорит о чем-то. И в любом случае это приобретение. А вот те красоты, которые есть на севере и в горах, они, конечно, особенные. Вот вы, не только вы, люди обычно берут в руки фотоаппарат и начинают фотографировать и увлекаются этим все больше. Вообще это толчок или просто для памяти большинство делает как? Фотосъемку там, некоторые рисовать даже начинают. Ну, у меня есть фотоаппарат, я им пользуюсь. То есть я фотографирую. Вы снимаете уже не просто так, насколько я видел ваши снимки. Сложно сказать, просто так я снимаю или нет. Я снимаю, потому что у меня есть в этом потребность, потому что я могу, потому что мне ничего не мешает это делать. Людям, которые рядом со мной, это будет очень большая память. То есть, ну и плюс здесь я, например, в соцсетях выкладываю альбомы. Я считаю, что счастьем нужно делиться. Я как могу, так делюсь. Счастьем видеть красоту мира. Да, да. То есть узнать. Я знаю, что несколько людей, вот прям, ну, посмотрев какие-то фотографии, у них рождается желание поехать на север. Причем, когда ты рассказываешь об этом, как там, ну, желание удваивается. О том, кто такие путешественники сегодня, можно ли стать путешественником, можно ли уйти от себя, мы говорили с Ольгой Мабаджановой, путешественницей и страстным фотолюбителем. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова